Всем привет! Хотите получать крупную, сочную, сладкую свеклу, а у вас на грядке растут вершки, а не корешки? Тогда досмотрите это видео до конца, и я расскажу о пяти самых частых ошибках, которые свекла вам не простит. Не все знают, какой элемент необходим нашей свекле для того, чтобы все накопленные органические соединения из ботвы, то есть из верхней части, переместить в корнеплод, то есть в нижнюю часть. Наверняка вы скажете, калий, калий, опять калий. Да, действительно, это калий, и нужно сказать, что качественный, хороший корнеплод свеклы на 15% состоит из сухого вещества, и на 85% состоит из воды. И именно калий тот элемент, который способствует накоплению вот этих вот 15% сухого вещества. Соответственно, чем у нас выше содержание сухого вещества, чем у нас в корнеплоде больше накоплений сахаров, тем у нас вкуснее сами корнеплоды, и тем они дольше и лучше будут храниться. Конечно, посмотрев на свеклу, можно и определить, что ей действительно не хватает калия. Как это может проявляться конкретно на свекле? В первую очередь, если вы обратите внимание на то, что листовые поверхности, листовые пластинки красные, особенно по краям, то это первый и самый важный признак того, что не хватает калия. Такое явление на свекле называется краелистный некроз, поэтому обязательно смотрим на свеклу. В нашем случае листовые поверхности хорошо окрашены, краелистного некроза мы не видим, и если у вас краелистный некроз, то обязательно ведем калийные подкормки. Что можно использовать в качестве источника калия? Любые минеральные удобрения, которые вам доступны, об органических мы также скажем чуть-чуть позже. Так вот, из минеральных удобрений калия содержащих, на которые будет хорошо отзываться свекла, можно в первую очередь отнести калий хлористый. Это хлор, содержащий удобрение, несмотря на то, что в нем есть хлор, свекла на него хорошо отзывается, и поэтому оно может быть рекомендовано и использовано как раз-таки в этой культуре. Второе калийное удобрение, которое содержит 45-50% калия, которое будет хорошо раствориться, это всем известный сульфат калия, также может применяться в культуре свекла. Третье удобрение, которое будет хорошо растворяться в воде, которое будет содержать порядка 30% калия, порядка 50% фосфора, это калий монофосфат. Всем известное хорошее легкое удобрение, которое, кстати, также хорошо действует на свеклу. Монофосфат калия в культуре свеклы обязательно я рекомендую тем садоводам, у которых листья свеклы сначала темно-зеленые, а затем становятся красные. Это первый и важный признак того, что не хватает фосфора для свеклы. Может быть у вас кислая почва и фосфор связывается и становится недоступным для потребления данной культуре. Поэтому обязательно смотрите на листья корнеплода и выбирайте грамотно калийное удобрение. Традиционные органические формы калия мы можем отыскать всем известных веществах, которые называются зола и зеленые настои, болтушки, бродиловки, кто как их называет. Так вот, если мы говорим про золу, то ее можно сухой прям просыпать между рядами в грядках со свеклой. Также ее можно из расчета 0,5 литров разбавлять 10 литрами воды и сразу проливать. Или можно готовить вытяжку из золы. Для этого нужно взять 1 литр сухой золы, золить 10 литрами воды, настаивать это вещество в течение суток-двое и затем разбавить 1 к 10 водой и проливать наши корнеплоды. Вторая ошибка, которую мы иногда допускаем, выращивая свеклу, это проведение азотных подкормок во второй половине августа месяца и в начале сентября. Свекла, как я уже сказала, к этому времени весь азот, который был, она потребила, нарастила ботву, нарастила зеленую массу. И сейчас нет никакой необходимости ввести различные органические подкормки. Это различные настои кровяков, навозов, пометов. То есть любые азотсодержащие подкормки, нет необходимости сейчас их проводить на свекле. Потому что основная задача свеклы сейчас это отвести всю органику из листа и перевести в корнеплод. Поэтому полностью исключаем любые азотсодержащие подкормки. Третья ошибка, с которой мы сталкиваемся, выращивая свеклу, это неподходящий уровень кислотности для этой культуры. Свекла тот корнеплод, который хорошо будет расти и усваивать имеющиеся элементы питания в почве при кислотности 6-7. Поэтому если у вас кислая почва, обязательно предусматриваем ее раскисление. Как минимум добавляем залу и при необходимости вносим еще дополнительные источники раскисления почвы. О которых мы уже неоднократно говорили на своем канале. Четвертая ошибка, это когда мы начинаем обрывать листья на свекле. Свекла это та культура, которая очень трепетно относится к сохранности листвы во время того, как из нее ведется отток органических соединений в корнеплоды. Поэтому на ближайший месяц полностью забудьте о том, чтобы прореживать ботву нашей свеклы для того, чтобы обеспечить наливание за счет этой ботвы наших корнеплодов. Другая ситуация обстоит со свеклой, которая поражается грибными заболеваниями. Тогда мы обязательно обследуем. Если мы видим, например, какие-нибудь пятнышки на свекле, которые постепенно начинают сохнуть и происходит некроз ткани, то мы понимаем, что это циркоспороз. Мы удаляем эти листья и чтобы предотвратить развитие дальнейших грибных заболеваний, ведем обработку по листу биологическими препаратами. Например, на основе триходермы и лисиной палочки. И если уже совсем плачевная ситуация, то для того, чтобы сохранить завязавшиеся корнеплоды, будем вести обработку месяц держащими препаратами, но не позже, чем за месяц до основной уборки наших корнеплодов. Пятая ошибка, которую мы можем допускать, выращивая корнеплоды в конце лета, в начале осени, это обильно ее поливать. Сейчас свекла не нуждается в обильном количестве влаги для того, чтобы те корнеплоды, которые завязались, не обводнялись. Поэтому, если у вас достаточно устойчивая сухая погода, то вам повезло больше. И поливать свеклу в таком случае нужно раз в неделю. Если у вас погода, как у нас, ну а если в ваших регионах сейчас идут обильные дожди и нет возможности никак контролировать уровень поступающей влаги в наши корнеплоды, то тогда обязательно предусмотрите калийные подкормки, потому что калий это тот элемент питания, который также способствует отведению лишней влаги из клеток любого растения. И таким образом он борется со стрессом, в том числе и с водным стрессом. Благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Уверена, что вы сняли все возможные ошибки при выращивании свеклы. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok